Теперь из так называемых Донецкой и Луганской народных республик приходят такие кадры. Сепаратисты утверждают о диверсиях со стороны украинской армии. Однако на кадрах украинских военных не видно. Но уже вторую ночь подряд там сообщают о жертвах среди мирного населения. По сообщениям из ЛНР, минувшей ночью погибли двое. В России по этому факту возбудили уголовные дела. Из-за стремительной эскалации конфликта женщин, детей и стариков из так называемых ЛНР и ДНР эвакуируют в Россию, в Ростовскую область. Мужчинам от 18 до 55 лет территорию самопровозглашенных республик покидать запретили. А в самопровозглашенных республиках тем временем проходит массовая мобилизация. В Украине в ожидании российского вторжения все больше людей хотят записаться в отряды территориальной обороны и пройти курсы военной подготовки. Среди них много женщин. Моя задача защищать важнейшие объекты инфраструктуры, помогать полиции, помогать гражданским и поддерживать вооруженные силы. Я хочу, чтобы Украина победила и стала по-настоящему независимой. Впрочем, сегодня градус напряженности должен был пойти на спад. 20 февраля у границы с Украиной завершили совместное российско-белорусские военные учения. Вот только российские войска покидать территорию Беларуси не спешат. Путин и Лукашенко приняли решение продолжить проверку сил реагирования союзного государства в связи с якобы возможной агрессией со стороны Украины. Украинцы, которые живут недалеко от границы с Беларусью, уже оценили этот шаг. Раньше Лукашенко сказал, что к нам будет ездить только на тракторы. А теперь он приедет на танки, я в этом уверена. Три сестры. Украина, Беларусь и Россия. Ну, если будут уже наступать на нас, дострелять, ну, будем опору давать. Тема возможного вторжения России в Украину продолжает оставаться главной на повестке Мюнхенской конференции по безопасности. Премьер-министр Великобритании в рамках конференции заявил, что Россия может спровоцировать в Европе войну, соизмеримую по масштабам, со Второй мировой. Вы видите эти провокации в Донбассе, вы видите эти взрывы и все остальное. Мы давно предупреждали об этом. Я боюсь, что план, реализацию которого мы сейчас видим, предназначен для того, что действительно может стать крупнейшей войной в Европе с 1945 года, с точки зрения масштаба. Я думаю, что люди должны понимать, какую огромную цену это может стоить. Сколько человеческих жизней не только украинцев, но и россиян, молодых россиян. Вице-президент США Камала Харрис вновь напомнила России о возможных санкциях, которые ее ждут в случае нападения на Украину. Это одни из самых серьезных санкций, если не самые сильные, которые мы когда-либо вводили. Как я уже говорила, они будут направлены против учреждений, в частности, финансовых и частных лиц. Это нанесет абсолютный вред российской экономике и их правительству. Также Харрис подчеркнула, что в случае полномасштабной войны на экономических санкциях США вместе с союзниками не остановятся. Но пока, по словам вице-президента Соединенных Штатов, шанс на победу дипломатии все еще есть. Хоть Кремль всячески и препятствует этой победе. О деэскалации конфликта нельзя говорить даже обычным россиянам. Сегодня в Москве задержали правозащитников, которые вышли в одиночные пикеты с плакатами против войны. Один из задержанных – 80-летний Лев Пономарев. Михаил Пронович, Белсад.